Рядом со зданием администрации Славянского района на небольшом возвышении красивая современная доска почёта с портретами наших земляков, которые своими успехами в труде сумели завоевать авторитет, уже стало доброй традицией, когда накануне праздника весны и труда здесь появляются новые лица. Эти люди добились высокого права быть в числе самых лучших, и все они были приглашены на торжественный приём к главе Славянского района Роману Синеговскому. Мы ценим ваш труд, потому что именно, наверное, инициатива лучших наших земляков, она даёт нам возможность занимать призовые места в социально-экономическом развитии Славянского района, двигаться вперёд и в вопросах образования, и в вопросах здравоохранения, и в вопросах благоустройства нашего города, в целом развитии. Вот благодаря, наверное, вашему труду, сегодня вы за этим столом. Роман Синеговский поблагодарил приглашённых за самоотверженный труд и пожелал им всего наилучшего. Начальник управления по делам молодёжи Славянского района Олег Смольников, который также был занесён на доску почёта, рассказал о каждом из собравшихся, начав с ветерана Великой Отечественной войны, военного хирурга Фёдора Даниловича Коваля. Здесь были врачи и учителя, труженики сельского хозяйства, промышленности, культуры, социальной сферы и активные общественники. Много самых добрых слов и пожеланий прозвучало в этот день в их адрес. Это очень почётно, это ответственно. За этим очень большой ваш труд. Вы сегодня прославляете свои фамилии, свои поселения. Вот сегодня мы слушаем Олега Игоревича, и вот здесь представлены все профессии. Вот мы сегодня говорим, Роман Горальевич, благодатный Славянский район. Кто его делает? Вот эти люди. Вы лучшие из лучших. Славянские артисты подарили собравшимся свои концертные номера. Всем участникам торжественного приёма были вручены благодарственные письма и ценные подарки за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие района. Каждый из этих замечательных людей заслужил право быть в числе лучших, добившись профессиональных высот в своём деле. Конечно, приятно, это такая честь, такая ответственность, быть на этой доске. Ну, я никогда не хотела бы, как бы не старалась, что ли, сказать. Это образ жизни, понимаете. Ходишь домой, ещё остаёшься на работе, телефон всё время включен, мало ли, может быть, скоро нужна либо какая-то помощь, консультация. Это образ жизни. Уходишь в отпуск, волнуешься всё время, как там, что там. В преддверии 75-летия со дня Великой Победы наш клуб воинов-интанционалистов планирует в этом году провести не менее шести автопробегов по Краснодарскому краю, чтобы склонить головы у могил наших дедов и прадедов, чтобы помнили школьники подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Только вот буквально в конце апреля месяца мы по всем школам нашего поселения Анастасиевского провели мероприятие, посвящённое Дню Победы. Я живу своей работой, я живу своими пациентами. Отдаём мы медике своё здоровье тоже ради здоровья других. Мы работаем и днём, и ночью, поэтому без любви к своей профессии не будешь работать в современной медицине. Поэтому я ещё раз желаю всем здоровья. Благодаря таким людям жизнь становится лучше. Славянцы и гости города могут увидеть фотографии и имена самых достойных на районной доске почёта. С этих людей наше юношество может брать пример. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!